Фестиваль 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 где без трезвения невозможно никакого внутреннего роста, никакого совершенствования. А где нет движения вперед, есть обязательно движение назад. Поэтому вот это мероприятие, этот фестиваль, который будет здесь проводиться, он поможет людям еще раз взглянуть на самих себя, на окружающее общество, на мир, на те проблемы, которые перед нами стоят. Вот. Фестиваль, который проводился в прошлом году, он принес свои результаты. Многие, очень многие люди заинтересовались, были даны обеты трезвости. И даже вот в нашем регионе, который, в общем-то, довольно неблагополучный во всех отношениях, многие люди, они задумались над своей жизнью. Многие люди после этого в течение года давали обет трезвости не на какой-то ограниченный, краткий срок, но только наших прихожан около 10-12 человек дали уже обет трезвости на всю жизнь. То есть я считаю, что, конечно, это же очень здорово, замечательно. И плоды, они просто вот перед нами. Ну, дело в том, что такое движение, как движение за трезвость, оно не может быть оторвано от церковной жизни, от церковно-богослужебной жизни, это все едино. И личное какое-то совершенствование человека, и православное богослужение, они все помогают человеку обрести внутреннюю свободу. И поэтому, конечно же, одним из важных таких моментов вот этого фестиваля будет богослужение Вселетать во Троицкой церкви накануне празднования иконы «Непеваемая чаша», иконы Божьей Матери. Будет крестный ход после вечернего богослужения. В этот крестный ход будут приглашены к участию в нем жителям, действительно, и Татьево, и Оленино, и всех, кто пожелают. Потому что где единство, там сила. А если это единство в Боге, то эта сила вообще непобедимая. Конечно же, люди, которые особенно живут в Татьево, они должны наглядно увидеть, что это такое, и что это вообще за место. Потому что когда человек долгое время живет, и живет совершенно другими ценностями, несмотря на то, что это место было когда-то святое, и оно и сейчас святое для многих и многих, утрачивается вот ощущение ценности этого места, утрачивается ощущение значимости, святости. И вот тут люди увидят, насколько тот человек, который здесь жил и трудился, Сергей Александрович Рочинский, он до сих пор, насколько он значителен, и его память, и его труд для многих и многих, я не ошибусь, скажу, тысяч людей по всей России, ну, по крайней мере, по всей России. По-другому взглянут на свое село, на это место, на церковь, на проблему трезвости. Поэтому, конечно, крестный ход – это важно, это нужно, и дай Бог, чтобы это действительно как можно больше привлекло к себе людей. Владыка очень отнесся внимательно к этому мероприятию, потому что, как очень дальновидный мудрый человек, он эту проблему очень ясно понимает. Поэтому его присутствие, я думаю, что оно подчеркивало значимость события. В этом году Богу содействующую будем надеяться, что Владыка тоже отнесется со вниманием. Ну, а насколько духовенство, по крайней мере, по результатам прошлого фестиваля, было заинтересовано в каком-то таком движении в этом направлении, говорит о том, что на многих приходах, во многих благочениях стали над этой проблемой работать, и работать очень серьезно. Появился, по крайней мере, в Нелидово координационный центр по борьбе с алкоголизмом. Это только крупный город. А во многих приходах сельских, таких вот менее значимых, просто священники на своем каком-то маленьком уровне, на своих возможностях стали наиболее усиленно, углубленно над этой темой работать. Я думаю, что Ржевская епархия, она без сомнения понимает важность и значимость, поэтому всестороннюю поддержку и такую активность духовенства, конечно, можно ожидать, и на это будем рассчитывать.